МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮЗ Всем привет! В эфире ТОЧКА НЬЮЗ и все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. С вами я, Костя Браво. Поехали! Сегодня выпуск. Что связывает Ваню Дмитриенко и певицу Асию? Чего стесняется Ольга Бузова? Анна Асти и Дава рассказали про дуэт с Ларисой Долиной. Филипп Киркоров поделился секретом исполнения желаний. Люся Чеботина заколабилась с Игорем Николаевым. ТОЧКА НЬЮЗ Ничего не бойся, я с тобой, говорит Ваня Дмитриенко, певица Асия. Если вы подумали, что у ребят роман, то вы правы. Правда, любовь у них к творчеству. Артисты записали совместный трек, а точнее ремейк на знаменитый хит группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой», вдохновившись одноименным мюзиклом. Ничего не бойся, я с тобой, с утренней звездой, ты окно открой. Для презентации песни ребята выбрали весьма необычное место – парк Горького, да еще и на катке. Кажется, это был небольшой новогодний сюрприз для слушателей, потому что реакция людей была невероятной. Ну, сами представьте, катайтесь на коньках, вы такие, а тут бац, и ваши любимые артисты. Так что свой шанс зрители не упустили, и премьера песни переросла в полноценный концерт. «Ничего не бойся, я с тобой, сердце успокоен, я всегда с тобой». Что связывает Анну Асти, Даву и Ларису Долину? Сейчас расскажем. Ну, что сказать, этот год смело можно назвать годом Анны Асти. Сами смотрите. Начала сольную карьеру, выпустила несколько синглов и забабахала альбом, который все еще не сходит с первых строчек музыкальных чартов. К тому же у нее в арсенале фит с королем поп-музыки Филиппом Киркоровым. Также с любимчиком миллионов девушек Джонни. Но если вы думаете, что это все, то нет. Кажется, у Ани готовится еще одна громкая коллаба, но уже с Ларисой Долиной. Лариса Долина замечательнейшая, великолепная женщина. Когда мой папа был жив, она была самой любимой его артисткой. Естественно, она была и моей любимой артисткой, потому что все, что любил папа, любила и я, особенно на эстраде. Конечно же, я безумно обожаю ее голос, ее песни. И самое главное, она невероятная женщина, как и человек. Сколько слов любви в сторону Ларисы Долиной. И пока Асти не раскрывает все карты, Лариса Александровна намекает, что дуэту быть. Да, скорее всего. Она очень не похожа на других. Она чересчур харизматичная, очень эмоциональная, песни потрясающие. Ну, в общем и в целом она мне очень нравится. Нравится певица и Дава, с которым она уже записала новый трек. И выйдет он совсем скоро. А с Давой вот мы уже записали фит. Будем запускать его весной. Я люблю эксперименты, когда услышала, что он все-таки поющий человек, я решила, что можно сделать фит. Еще какой поющий! Кажется, Дава знает какой-то особенный секрет, раз с ним колабятся звезды такого масштаба, как Филипп Киркоров и Лариса Долина. Вот уж не знаем, как Давиду удалось околдовать Ларису Александровну, но она в восторге от работы с ним. На самом деле она тоже с уважением так очень хорошо отнеслась сразу на таком позитиве. Говорит, кидай трек, сразу послушала, сказала, что ей понравилось, давайте делать. Вот мы записали очень классный с ней дуэт. Я прям не могу нарадоваться этому, потому что трек реально очень классный. Лариса Александровна на нем звучит просто обалденно. Я на самом деле, когда мы записывали на студии, я прям обалдел, потому что немного нетипичный такой трек для нее, такой новый, скажем так. Ну, заинтриговали, так заинтриговали. Кажется, Новый год готовит нам много музыкальных сюрпризов. Думаете, у звезд нет комплексов? Не тут-то было. Согласитесь, артисты всегда выглядят превосходно и порой даже кажется, что они всегда в себе уверены и никогда не переживают из-за внешности. Но это не так. Оказывается, у каждого из них есть свои комплексы, даже у Оли Бузовой. У меня очень было много комплексов. Мне всегда казалось, что у меня очень острый нос. В итоге со временем я поняла, что он у меня потрясающий, что он такой ровненький, гладенький, красивый. А в детстве мне казалось, что он у меня куриный, как у цыпленка. Со временем я проработала этот комплекс, потому что я поняла, что это красиво, что маленький носик аккуратный. Это прекрасно. На фоне моих юношеских счетчиков, да, еще в 18 лет такие были счетчики, казалось, что он просто отдельной жизнью живет. Так, с носиком разобрались. Но оказалось, это были не единственные комплексы теледивы. Затем коленки достаточно широкие. Это мне дано от рождения. Это структура генетика моя. Мне всегда хотелось, чтобы они были такие тоненькие, острые, как у Виктории Бекхам или как у Сары Джессипа Паркера. Вот эти вот тонюсенькие икры. Но их у меня не может быть просто потому, что я так родилась. И эти комплексы, конечно, они прорабатываются самостоятельно. А все остальное можно исправить работой над собой. Полностью согласны с Ольгой. Любые комплексы можно решить. Так, например, Анфиса Чехова благодаря работе над собой избавилась от главного недочета в своей внешности. Я считаю, что бороться с комплексами нужно так же, как со страхом. Нужно в них идти. Вот. То, что так же с комплексами. Боишься с чего-то? Иди и делай. Запомнили? А теперь бегом избавляться от комплексов. Точка. Ньюс. С Новым годом, с новым счастьем. Уже? А не слишком ли рано? Дело в том, что новый 2023 год звезды уже встретили и не один раз. Машины времени нет, а вот новогодние огоньки есть. 13 декабря в Кропус-Эти-Холл прошел новогодний концерт, в котором приняли участие Филипп Киркоров, Анна Асти, Леонид Агутин, Джои, Михаил Шуфутинский, Егор Крид, Зиверт, Слава, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Эмин, Люся Чеботина, Любовь Успенская и многие-многие другие. В этот вечер были исключительно дуэтные композиции. И если первые дуэты исполняли хиты уходящего года, то остальные артисты решили поэкспериментировать с новым звучанием. Так, например, Зиверт и Лирик исполнили знаменитую песню «Кабы не было зимы». Также на сцене выступила Люся Чеботина. Правда, не одна, а с Игорем Николаевым. Вот это поворот. А вот Юлиана Караулова и Дмитрий Маликов исполнили знаменитую песню «Снежинка». А ведь когда-то Юлиана Караулова не пела на новогодних огоньках. Единственное, о чем она думала, будучи студенткой, так это о сессии. Ой, ну сессия – это вообще отвратительно, честно говоря. Это такой стресс. Я, конечно, помню, потому что так случилось, что я бесконечное количество лет получала именно высшее образование. Сессию очень не любила и всегда хотела подготовиться заранее. Каждый раз думала, вот в следующий раз я начну писать шпаргалки за месяц хотя бы. Ты знаешь, я так хотела забыть это, чтобы, походу, забыла. Почему? Потому что это было тяжело, это бессонные ночи. Я вообще учиться не очень любила. Вы знаете, мне пообещали, когда учился в Академии МВД, если я сдам сессию хорошо, то меня отпустят домой на Новый год. Я сдал хорошо сессию, но меня все равно не отпустили на Новый год. Я выбирал снег 1 января. Повезло! В этом году Хабибка снег точно убирать не будет. Так же, как и его коллеги. А все потому, что многие работают в новогоднюю ночь, а кто-то будет отмечать с семьей и соблюдать новогодние традиции. Я пару раз бумажку поджигал, шампанское. На второй раз, наверное, чуть не поперкнулся. После этого я перестал это делать. Ну, у меня мама всегда готовит просто как не в себя и не в нас. Очень много. Она начинает готовить просто за 3-4 дня. И последние несколько лет я уже говорю, мам, пожалуйста, давай я куплю оливье просто где хочешь, сколько хочешь. 5 килограмм. Сколько? В ванну. Скажи, сколько нужно. Но для моей мамы это принцип. Ей нужно, чтобы она сама накрыла стол, приготовила. Она очень вкусно готовит. Но вот это вот страдание, честно говоря, когда ты реально умираешь просто за 3 дня до Нового года, в том числе 31 декабря. И потом вечером ты просто подыхаешь от усталости. Я, конечно, этого кайфа не очень понимаю, но с уважением отношусь. Я буду с друзьями. Конечно, я там спою, но там большая компания будет. Мне отец сказал очень давно, что сказал. Ты, говорит, вот хотел же стать артистом. Тебе, значит, повезло, Бог смилостивился. Вот то, что хотел, ты получил. Теперь работай, чувак. Вот люди захотели к тебе прийти, ты будь любезен, пожалуйста. Выходи к людям и пой. Новый год, не Новый год. И поэтому у нас семейная традиция. Все разъезжаемся, а потом встречаемся числа 5-го. И вот тогда пошел праздник. Но самая лучшая традиция в новогоднюю ночь у Филиппа Киркорова. Желания у нас очень классно выполняются, когда Новый год вы играете в лото. У нас эта семейная традиция болгарская от папы пошла. Мы играем в лото. И вот, кстати, вот в этот Новый год, когда мы загадали наши с тобой мысли, желания не все исполнились. Поэтому, ребята, играйте. Просто в их домашнее лото. И кто выиграет, тому повезет. Вот вам и способ исполнения желаний. Берите на заметку. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Наверняка каждый уже начал напевать эти легендарные строчки. И неспроста, ведь недавно прошел рождественский концерт группы «Земляне» под названием «Земляне и друзья». Может, нас вводят в заблуждение, говоря, что дружбы в шоу-бизнесе не бывает? Ведь в тот вечер радовали зрители не только главные рокеры нашей страны, но и их друзья. Список гостей впечатляет. Григорий Лепс, Анна Асти, Дима Билан, Мот, Люся Чеботина, Любовь Успенская и многие другие. А что значит дружба для наших селеб? И есть ли она в шоу-бизнесе? Сейчас узнаем. Шоу-бизнесе есть, друзья. Безусловно, есть. И самое главное просто их чувствовать. И у многих артистов есть интуиция. И мы с помощью нее можем все-таки вычислить, кто искренне дружит, а кто нет. Очень прекрасная девушка Сивиль. Новичок в наших рядах. Мы с ней недавно сидели у нее дома, очень тепло болтали и кушали раков. У меня все ногти портились. Ну, Сивиль, ну что такое? Ну, нельзя было уже почищено езжать. Не, на самом деле она очень-очень добрая девчонка и очень такая душевная. И, кстати, что могу сказать тоже про Диму Билана. Тоже очень-очень приятный, он душевный, творческий, такой воодушевленный. Киркоров Филипп Идросович. С Киркоровым дружит и Дава, который выпустил уже не один дуэт с представителями шоу-бизнеса. Я считаю, что есть дружба. Есть дружба, есть дружба. И она не для того, что я могу сейчас называть имена и шоу-бизнеса, но я не хочу хейповать на этом. То есть я, например, такой человек, который вот, ну, я могу там не позвонить, не пойти в клуб погулять, да, там. Но в нужный момент я там, когда узнаю, что у человека что-то случилось, я буду рядом, помогу всем, чем смогу. Всем, чем смог, помог и Денис Клявер, когда 18 лет назад познакомился с Юлией Савичевой. Да, я Юльку отстаивал, помню, это, слушайте, ужасное хамство было просто невероятное. Мы подошли, там какая-то была, мы какие-то польские мои вели, я не помню, летели, в общем, через какое-то место. Докопалась эта женщина до неё, что-то противное. А я не так с английским не очень. А тут я ещё рассердился, видимо, со своим волосатым бородатым лицом на неё накинулся, и она всё, на рот закрытый, маму с Юлей отпустила. Из шоу-бизнеса, ну, край крайне редко с кем я общаюсь, но вот Денис Клявер самый, мне кажется, близкий. Кстати, Хабибка тоже нашёл себе старшего товарища в лице Рыжего из Иванушек. Ну, допустим, самый близкий из коллег, конечно же, для меня это Рыжий из группы Иванушек, очень такой классный парень, и мы с ним даже созваниваемся, ну, и видимся чаще, чем с другими артистами, поэтому для меня это такой очень классный общительный парень, который, ну, вот реально, несмотря на наше большое расстояние в возрасте, разницу в возрасте, мы общаемся вообще на одной волне. Артисты подружились, когда записывали обновлённую версию песни «Тучи». А вот Валерия, которая уже дольше всех в шоу-бизе, как никто другая, всё знает о дружбе. Прямо вот, ну, скажем, ближе всех мы в шоу-бизнесе, наверное, с Виктором Дробышем, да, потому что вот так получилось, что мы записали альбомы первые после возвращения, и вообще вот мы дружим с семьей уже много лет. Ну и правильно, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Точка. Ньюс. Ну вот и всё, это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите ещё? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. А с вами был я, Костя Браво, и помните, со мной шоу-бизнес куда интереснее.